Некоторым из этих девочек нет еще и 12, они уже умеют дышать без воздуха, танцевать на воде и летать без крыльев. Молодые спортсменки с легкостью выполняют молниеносные подводные перестроения и сложные трюки под и над водой. Их так и хочется назвать королевами голубых дорожек. А как иначе, когда и вода, и трибуны буквально кипят от накала страстей и зрелищности. Художественная гимнастика тоже один из красивейших видов спорта женских, а это еще и в воде. Это еще добавляет больше женственности, красоты, изящества. Вид спорта сложный, координационный, это один из тяжелых видов спорта. Красота, которую видите вы на поверхности воды, она очень дается большой ценой. Цена такой изящной и грациозной красоты и успеха действительно колоссальна. Ежедневно девочки проводят в воде по 3-4 часа. Усиливаются тренировки занятиями на суше. Упражнения на растяжку, акробатика, хореография, беспрерывный процесс. Но это стоит того, чтобы побеждать. Я занимаюсь этим прекрасным видом спорта с 5 лет. Мне очень нравится заниматься, потому что он один из самых красивых. Это очень тяжело, конечно, но надо тренироваться, надо выдерживать все нагрузки. И тогда, конечно, все получится. В соревнованиях по синхронному плаванию боролись за звание лучших девочки в двух возрастных категориях. 12 и моложе и 13-15 лет. Свыше 50 спортсменок из столицы страны и города над Бугом в течение двух дней демонстрировали публике и судьям навыки по особенному красивого искусства в обязательной и произвольной программах. Эти юные жемчужинки – настоящие звезды синхронного плавания. Субтитры создавал DimaTorzok